Почему бы и не подождать? Повторить я не расслышал. Говорю, почему бы и не подождать человека, который чем-то занят? Ну, я готовлю завтрак там себе, и вижу, что два раза обернулся, а вы сидите. Обычно мелькнут там голые мужики, там, за лягкой пякоди. Значит, видно, что у вас трезвый разум, и вы что-то ждёте, что-то, может быть, непонятное, необычное. Я сразу скажу, мы православные христиане, я проповедник, и сюда мы принесли свет Евангелия, Библии. Попытаться выдрать из этой страшной беды Содома и Гаморры, из этого ущелья мрака, хотя бы некоторых. Понятно. А я, честно говоря, я, конечно, верю в Бога, но я так всяко отношусь к этому. Почему так? Ничего хорошего им... А знаете, в Библии написано, и бесы веруют, бесы, демоны, и трепещут. Послание Якова. Поэтому надо, вера без дел мертва. Надо жить для Бога. Прославлять Бога за всё, что ты видишь, что Он тебе дал. И твоя жизнь наладится. Вот такой к вам вопросик тогда, вот если вы, значит, ну, к церкви... Только без друга, ни одного слова плохого, что мне было сказано. Нет, я ничего такого плохого не буду говорить. Вот как вы относитесь здесь к церкви? Ну, что церковь? Церковь – это создание Божие. Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих. Господь говорит, я создам церковь мою, и врата они одолеют её. Поэтому ни изнутри стребролюбивые попы, ни внешние коммунисты, фашисты, ни сектанты, еретики иудеи, никто её не разрушит. Против церкви воевал Гитлер, Сталин их нету, а церковь стоит. Я это прекрасно понимаю, но просто, понимаете, вот, а что сейчас происходит в 21 веке? То, что люди в данный момент зарабатывают на церкви, это вообще правильно, вот как вы думаете сами? Нет, что, которые ради денег делают, там, за крещение берут, неправильно, это не должно быть. Вот у нас две общины, у нас ни копейки нигде не появляются, десятина всё погасила. Вот знаете, вот просто, у меня вот, говорю вам как есть, честно, у меня умер мой отец, но у меня на руках от туберкулеза. Я пришёл в церковь, и, знаете, вот, я очень сильно удивился, когда такая надпись была на церкви. Свечки, свечки надо покупать именно в этой церкви. Все другие свечки, которые вы купите или где-то там, ну, приобретёте, ни в коем случае не повлияют на вашу веру, ну, на вашу молитву. Вот это вообще адекватно считается? Понимаете, здесь задумка, может, была и другая, потому что люди могут, говорит, из собачьего жира свечку сделать, а это церковь. Ну, а тут главное-то что? Чтобы бизнес их не пал. Даже свечка чисто восковая стоит, а у них из всякой мерзности сделано. Они её будут продвигать вперёд. Как и любой-то... Но это неправильно, это не печальство. Неправильно. Вы из дома принесли чисто восковую свечу, почему же её не поставить? А у них она там красная, жёлтая. Воск не бывает красный-жёлтый, он только жёлтый. А то синий, там, красный. Да половина не догорит, гасит, переплавляет. Это всё воровство церковное. Я тогда ходил в церковь на Пасху. Я поставил свечку, женщина подошла, ну, в одеяние, просто затушила мою свечку, собрала все остальные свечки и ушла с ними. Такой, шикарно. Шикарно. Это обман. Они заложили в вас недоброе отношение ко всей церкви. А это не так. Это к церкви не относится. Это дельцы от религии. Я просто, знаете, я довольно-то адекватно к этому всему отношусь. И я вас прекрасно могу понять, потому что у меня, моя девушка, она очень сильно приближена к церкви. И я этому очень сильно рад. Она всегда соблюдает посты. Я стараюсь тоже, но для меня это очень сложно. А какая же сложность в посте? Непонятно. Какая сложность? Церковь повелела, надо выполнять. В блокадном Ленинграде согласились поститься? Еще же не согласились, когда друг друга поедали. Значит, не надо ждать блокады. Ты заблокируй свой желудок. Скажи, сегодня нельзя. И все кончилось. Вот называйте... Нет, знаете, если надо, я могу вообще не есть ничего... Ну, то, что скажут. Не просто не есть, а когда церковь повелела, как Феофан Затворник говорит, причина одна, не хочу. Это да, это правильно. Просто, знаете, ну, к сожалению, сейчас 21 век, и к этому все меньше и меньше таких людей. Я не пойму, какое отношение век имеет, когда церковь вне времени. И меня никак этих не касается. Сижу я в тюрьме, в армии, на больничной койке после операции. Пост, я в рот не беру ничего. Они сразу забегали. Ну, вот смотрите, вы в церкви же, давайте, часто бываете. Там сейчас молодежи много? Ну, не много, но есть. Это только та молодежь, которую, ну, родители заставляют. Нет. По своей воле они в церковь не пойдут. Ну, как не пойдут? Ну, как не пойдут, как? Ну, только что женился. У меня племянник только женился. Это не ребенок какой-то. И он берет, а она верующая. И у него оба в храме венчаются. Как вы можете отвечать, что нет? Студенты у нас, свои наши студенты венчаются. И они живут, и уже по трое ребятишек, кажется. А где вы живете? Город Барнаул, Алтайский край. Игнатий Лапкин. А я живу в Саратове. Знаете, вы говорите. Ну, еще бы. Гармошка играет в Саратовске. Я скажу одно. В Саратове такого очень, прям, вот, редко. Очень редко. Сейчас в Саратове, увы, все сейчас стараются на живу. Почему так делают, я, честно говоря, не понимаю. Вы сказали, ваша девушка знакомая, она жена вам? Нет. Нет. У вас какие отношения с ней? Никаких половых. Ну, вот, только никак. А если она такая, то она... На вторую букву алфавита называется только. Я говорю, интимные отношения у нас будут только после свадьбы. Конечно. После бракососчитания, венчания церковного. Я говорю, вот с этим я с ней полностью согласен. Вас как звать-то? Сергей. Сергей. А вы знаете, как слово Сергей переводится? Честно, не знаю. А вы найдите. Почтенный, так кажется. Будьте таким. Вот если вы пожелаете узнать больше, я тут занят, зайдите в скайп. Скайп. Игнатий Лапкин. Я один там на весь интернет с этим фамилией и именем. И какие будут вопросы? Я сброшу данные о ресурсах. Вы увидите, что есть. Вы просто увидите. Другую жизнь. Как мы с нуля строим православную деревню. А это 21 тысяча разрушенных сел. Нам есть что показать конкретно. Вот сейчас, 2 июня, у нас будет День деревни. И к нам приезжает митрополит Алтайский Сергий. И у нас все снимается. Вот в моем YouTube-канале здесь 15 тысяч 300 роликов только. Тысяч. То есть такого больше нигде нету. Почему? Потому что мне пришлось раньше много потрудиться. Насчитать Златоуста от 12 томов, Жития от 12, 173 биографии. И помогли программисты сделать их отдельными файлами. Я ежедневно выставляю. У нас исключительно богатый канал и сайт. Таких нету в интернете. Вообще нету. А какой YouTube-канал скажете название? Во свете Библии открытым оком. А нет. Во свете Библии Игнатий Лапкин. И ваши подруги. Кто она там есть? Это будет подарок, выше которого нету. Представьте, насчитано 50 книг моим голосом. Самые ценные книги. Златоуста, Библия. Ты дома можешь сидеть. На кухне она будет делать и будет слушать. Жития святых. Так, подожди, пять секунд. А как называется YouTube-канал? Во свете Библии. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Еще добавить надо. Игнатий Лапкин. Это я. Пять секунд. Можно я найду YouTube-канал? Пожалуйста, пожалуйста. Только вы не отключайте, не отходите сразу. Ну вот я сейчас вот зайду. Так. Нашлось? Канал у вас в Ветебиблии открытым окном. Оком, оком. Открытым оком. Глазом открытым. Сколько там подписчиков? 37 тысяч. Правильно. А общий просмотр вам не показывает сколько? Нет, это только у вас. 36 миллионов. Последнее видео было 4 часа назад. Да. Вот. У нас тут 15300 роликов. Представьте себе, какая цифра. Почему? Мы не лепим. Мы снимаем, показываем, как жить. Вот абсолютно все. Вот у меня, по милости... По милости Божией, у меня вышло из печати 38 томов книг. Я вел занятия в пяти университетах, в тринадцати школах, во всех отделах милиции, воинских частях, заводах, фабриках. И тысячи вопросов. И три радиопрограммы регулярно вел. Это Господь делает. Это казалось невозможно даже. И стали просить, чтобы это как-то зафиксировать. И Господь позволил мне за 9 лет написать 38 томов в бумажном варианте. И 7 томов в интернетные. Последние 4 тома по 800 страниц стихи. 3467 стихотворений, каждое по 36 строчек. С эпиграфом из Библии. То есть этого нигде в интернете нет. Мало того, напротив каждой строчки стихотворения указана глава, стих, книга, откуда взята мысль. Это никогда в мировой практике не было. А как вы догадались? Не знаю. Рука вывела. Это благодать Божия. Не мое. Я себе ничего не могу приписать. Я сегодня читаю стихи. Они намного выше моих знаний. И при том черновики сохранились. И ни одной помарки нигде нет. С чистого листа все пишется. Вы любите стихи? Могу одно прочитать. Конечно. Но они у меня в 86 стихотворениях поются, на музыку положены. Это как бы биографично моя. Я, конечно, понимаю. Расскажите, если хотите. Примерь к себе своим воображением. Все то, что прочитал или услышал. Для снайпера сегодня я мишенью. Всем хищникам меня Бог сделал мышкой. Ни час, ни сутки, но сплошная жизнь. На выходе и в ходе, за обедом стреляют точно в лоб. И давят только вниз. Задача выжить и ни одной победы. Хотя, как знать. Когда я ускользну, петля и яд меня не захватили. Враг не достал. Истратил всю казну. Уверенность пожег. В истерике, в бессилье. Их измотало. В горных перевалах там след моей ступни не раз петлял. По шахтам, гротам, полагам, отвалам. И следует святых. О ком я насчитал. Мой бег. Мое убежище с Давидом. За мной доик, бешеный Саул. Они разведали, что им я мед, акриды. А штаб квартиры избран в Барнаул. Я с Моисеем на своей вершине. В последний раз смотрю из-под руки. Враги с собаками, с биноклями в машине. Мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня. Гнались до упаду. Я отошел. Не досягаем вам. Прощай, земля, азарт. Закон ограда. Мой труд следы считайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле. Застолбить межу. Со златоустом путь житейный пройден. С той стороны земли на все гляжу. Это было шикарно. Или вот я на корабле работаю. И у нас корабль, шхуна, температура низкая. И стынет, и стынет. С одной стороны лед не отдолбить еще не надо. И мы идем ко дну. Рыбасткая шхуна с волнами боролась. Стремительно крен возрастал. Сметение росло. Но раздался вдруг голос. И всех на молитву призвал. Волна через корпус не раз пробегала. Был лопасти, виден плавник. Как туша убитого кем-то финвала. Корабль под ударами сник. Остались минуты. А дальше развязка. Объятия холодной волны. Над пропастью льмглы. С ледяной повязкой. О чем бы подумали мы? Наверное, лица родных и знакомых мелькнут в перическом сне. На жизненной грани. На жутком изломе. На вечно девятой волне. Иные клянут капитана, стармеха, проклятия. Всем и всему. Окончена жизненная чаша утеха. И брошена разом в волну. Когда мой корабль опрокинет пучина. А рот поперхнется волной. Дай Боже, чтоб к небу своей кончиной других я увлек за собой. Какие все душевные. Честно, я очень сильно удивлен и очень рад, что я все же с вами встретился в этом чат-рулетке. А вот если зайдете, сейчас смотрите, зайдете в сайт, тоже во свете Библии, Игнатий Лапкин, через гугл сайт, там все книги и все стихи эти. И что они на музыку положены. Поется как. Аудиокниги, да? Да, там книги, нет, которые книги, мои, это в бумажном варианте. А аудиокниги, это 50 книг, я начитал Библию, Архипелаг, ГУЛАГ, Златоуз, 12 томов, Жития, Добротолюбие, 50 книг. Но это было еще в 70-е годы, я отсидел за это, 5 тюрем и лагеря отбыл. Мне 80 лет, то 10 июня будет, 80 лет. У меня три голубятни. Мы строим православную деревню. Я на велосипеде езжу на Сару, у меня никогда ничего не было. Я самый богатый. Вот представьте, что мы едем, я, Господь положил на сердце подарить книги Библиотеке Мира. Мы покупаем газель. Команда наша, два человека, миссионеры и шофер, и собака. К слову сказать, после путешествия она стала чемпионом России по защите на короле, на выставке. Мы едем из Барнавула до Владивостока. Потом отсюда возвращаемся, контейнеры забрасываем, 5 тонн литературы. Это два раза пришлось так сделать. И едем до Лиссабона. Проходим страны все это, Турцию, Афины где. Страны Европы, Прибалтика, Скандинавия, Север. Посетили 650 городов и стел. Я везде дарил полный комплект 38 книг. Подарили на 35 миллионов. Нам есть что вспомнить. А я ввел три радиопрограммы регулярно. И везде вопросы, вопросы. А я отмечаю по четырем параметрам. Что говорит об этом Святая Библия? Что говорят святые отцы? А это 300 томов палеантов. Оттуда знать надо где. Что говорят жития святых? 1173 биографии. Что говорят каноны церкви? 719 правил. Ну и допустим, я студентам говорю. Вот следующий месяц я буду вам отмечать по четырем параметрам. Но дополнительно. Что по вашему вопросу ответили 300 поэтов России за 300 лет? Понимаете, это надо знать какое стихотворение, какого поэта. Это ровно 20 тысяч файлов. Мне пришлось на каждый вопрос метелить. 20 тысяч. И когда сегодня люди смотрят, все понимают. Это абсолютно невозможно сделать. Поэтому я себе ничего приписать не могу. Бог. И у каждого стихотворения, на каждый вопрос, я отмечаю шестью стихотворениями разных поэтов из разной эпохи. Шесть стихотворений. У каждого эпиграфа из Библии. Вот какое участие писателей было в подготовке революции. Я сразу говорю. Сумароков беру дальше об этом, что Фан Визин, там кто писал отдельно. У Горького есть стихотворение одно, туда шесть стихотворений на каждый вопрос. Кроме того, четырем параметрам, что раньше было. Если дальше месяц, я отвечаю студентам. Я буду отвечать месяц. Что об этом говорят? Четыре параметра. Библия, жития святых, каноны, патристика. Но и одновременно, что говорят жития святых на ваш вопрос. А жития святых 1173 биографии. 12 томов. И конкретно из жития, в кавычки взято, вырвано и поставлено по вопросу. То есть таких книг нету и не было, и не будет никогда. Я положил на это 56 лет сознательной жизни. В 23 года я Библию получил в руки. И поэтому я не то, что я рекламирую что-то. Я говорю, вы мимо пройдете и никогда не будете знать, что же здесь было. Это Бог делает. Я говорю, вы просто этим живете. Вы честно, я очень рад, я еще раз повторюсь, я очень рад, что я с вами. Знаете, тут студентов выбрали, которые, и они город очищают от мусора. И в мешки складывают. Ну, стоят, разговаривают. Я подошел к ним и сразу начал о Боге говорить. Они вопросы задают. А они не видят, кто перед ними-то. И они видят только лицо. А я весь в заплатах. И босиком. В городе, по асфальту, босиком. Вообще на ногах ничего нету. А там другие подошли. А что это? А я уже пошел. Они ему показывают, а другие-то видят. Вон тот, тот вперед забежал. Они видят сзади-то другой человека. По одежке провожают. А тут все наоборот. Они по одежке не могут совместить никак. Это как Бог сделал. Вот меня судили. Здесь краевой суд. Я где живу, в Барнауле. А из него сейчас сделали музей искусства, литературы, кажется, поэзии, истории. Прямо напротив. Я когда вернулся из заключения, 11 лет вел суд, а еще не был реабилитирован. Настолько помилования пришло, 210 политзаключенных выпустили. 25 марта 1987 году. Повторяю, не было этого никогда. И вот теперь я начал судить. Все 11 лет шел суд. По суду они должны были мне 11 миллиардов. Теми деньгами. То есть я создал самую крупную в мире фанатеюку. Вот, допустим, я говорю Ленин, и сразу его речь звучит. Это надо было пробираться в архивы где-то. Что-то там как-то подмазать, чтобы меня запустили. Если говорится о победе, что говорит Жуков, Карл Хорсте. Ну, то есть это боевики настоящие, может, было. И теперь это все изъято. Что-то уничтожено. Я сужусь. 11 лет суд идет. И, наконец, все отменяют не какое-то президиуме Верховного суда СССР. Я спросил, у меня близкий знакомый начальник краевого суда, генерал-майор. Я спрашиваю, Виктор Иванович, а часто бывает, чтобы гражданское дело, даже не за убийство, чтобы вмешался Верховный суд? Он говорит, ни одного случая не было. Это первый случай в моей практике. Но, однако, заново начали, и процесс выигрался. И Бог дал, там, как называется, управляющий отделом юстиции, генерал-лейтенант Проценко. Он говорит, переделать все. Мэр города расположился, Баварин Владимир Николаевич, он лучшую десятку мэров России уходил там. И решили, закончили. Одну двухсотую выделили. Ну и одной двухсотой платить нечем. И Бог дал мне судебного исполнителя судебной, а она следит за тем, как выполняют. А мне там назначили миллионы какие-то. А у них нету. Она говорит, арестовывая все счета бюджетников, никто не получит, пока слабкиным не рассчитаетесь. Я тогда пошел и говорю, нам нужно молиться где-то. Мы отдельно церковь сделаем православную, где ни продажи, ничего этого не будет. И договорились. Ну, тогда был он председатель, как называется, Железнодорожного райисполкома Петров Юрий Михайлович. И он говорит, ну а какую площадь надо? А я гляжу, у него кабинет и большая там приемная-то. Ну, квадратов сто. Я даже испугался. Думаю, а если я скажу? И ему показал. Говорю, ну как ваше ездить? И начали искать. Они нашли и пошли на это. Перемирие. Суд закончил, утвердил. И мне получилось два домика. Не 100 квадратов, а 226. И сюда мэр города приехал. Центральная газета приехала в Тайском. Все засняли. И статья, она... Если сейчас зайдете на наш сайт, там написано, для слова Божия нет ус. Это книга, вся из моей биографии. Статьи газетные, там как судили. Дословно записано, тайно записывали на судья. Там из рук не выпустишь ее книгу. И все. Теперь мы здесь находимся. Я очень, Горуя, я честно. Я очень сильно удивлен. Меня прям переполняют эмоции. А что вы вообще... Почему вы сидите на этом сайте? Почему? Почему в рулетке нахожусь? Да. Потому что здесь мрак. Здесь ущелье заразы. Здесь конкретно, скажем, Содом и Гаморра. Творят блуд и все. А нужду во враче имеют нездоровые больные. И я молюсь. Я не просто молюсь. А вот у меня каждый день я должен 7 раз на молитве. 100 поклонов. 100 поклонов и... Три святоя прочитать. Вот своей подруге скажите. И тогда мне Господь на сердце полагает. Вот пример последний. Идет инаугурация Зеленского Владимира Александровича на Украине. Я могу сказать. Почти наверняка никто не делал то, что я делаю. А почему? У меня опыт. Огромный опыт. Ну, представьте себе, что столько тюрем пройти. Все везде беседовать. Сколько преступников покаялося. Следователь принял христианство, крестился. Начальник тюрьмы умер по-христиански. Этого никто не слыхал такого. Вот, допустим, я нахожусь в тюрьме. А мне говорят, вчера вы молились. 7 человек становились на колени. Можно мы с вами молиться будем? Тысячи детей, людей обратились. И вот теперь на этом склоне я практику применяю. Я не теоретик. И вот, когда они собираются там, инаугурация идет. Я в это время встал на молитве и молюсь. И я не могу сказать. Мне Зеленский понравился. Какой у него вид. Какой он молодой, бравый. Как он идет, заходит. Ну, все понравилось. Но он из еврейской семьи. Еврей там. А я уже дальше знаю. Об евреи у меня отдельные три тома написанные. Тома. По каждой книге 752 страницы. Это не брошюры. И в каждой 64 страницы цветных фото. Фотографии, которые у нас взяты по делу. И он знает зачем. Это у меня такая тоска. А там как его поздравляют, как читают, как он клятву дает. А я молюсь и молюсь и молюсь. Полтора часа идет инаугурация. Я полтора часа не схожу с молитвы. Я не могу выразить. У меня... Я только удерживаюсь, чтобы не разрыдаться. Что здесь делается? Все красиво, все. Но мне как будто приоткрывается что-то другое. Какая-то беда. Не знаю, какая. Сейчас спрашивают, а какая? Уже ролик выставлен. Работают наши там администрации. Я ничего не могу сказать. Я не пророк. Но внутри меня такая печаль. Я вижу, как бы, вот, мошкара собралась, а потом ударили, и все разлетелись. Нигде никого нету. Он поехал там в Донбасс, там проверять, там все, Донецк, где, ну, смотри, там, он в бинокль смотрит. Он мне понравился. Просто как человек понравился. Какой он бодрый, видно, чистопородный еврей. И он знает, что делает. Его выдвинули свои. И он будет делать, что Кагал скажет, а не то, что тебе надо. И я молюсь, и это выставляю. И теперь он каждый день в моей молитве. Каждый день. Мы утром молимся, Господи, смири правителей, сохрани их от покушения на них. Дабы мудрые законы издавали, дабы было еще уделять нуждающимся. И молимся Владимира Путин, Дмитрия Медведева, Дональда, Рамзана, Владимира Зеленского, Александр Лукашенко, Эрдоген, поминаем, турецкого, Аман Тулей Тулев. И даруй мир, Господи, Израилю, Россию, Украине, Сирии. И научи нас ценить это мирное время. И, Господи, приготовь землю к великим и грозным испытаниям, к грядущим на вселенную, как предсказала нам Святая Библия. Мы каждый день это молимся. И молимся по скайпу. У нас там с разных сторон люди прилипают, с разных стран. Это каждый день. Вот сегодня мы уже молились. Подъем всегда в 4.40. Но я в Союзе раньше, в 2.30 я уже на ногах сегодня. Днем никогда не ложиться. У меня, когда я работал, писал стихи, там прочее, на сон уходило 2,5 часа за сутки. Это Бог делает. Дальше я уже не мог потянуть. Еще уменьшить, я чувствую, засыпаю где не надо. И повторяю, моего ничего нет здесь. Настолько это Господь дает. Благодать называется. И вот о Зеленском я ничего не могу сказать. Теперь я каждый день о нем молюсь, чтобы Господь сохранил его. А он мне никто. Я его не видел. Он еврей. Я русский. Но мне повеление от Бога молиться за сарей, за начальствующих. Добавил проводить жизнь тихую и безмятежную. Мы молимся каждый день. На покой отправили Венедикта, папу. А на его Франциска. А мы Венедикта и Франциска молимся. Я им обоим подарил книги. Мои книги видели в библиотеке Путина. Показывали по интернету. Это не просто книги, да. Что-то сказали? Я говорю, у Путина есть тоже Ваша книга? Ну, книги, я говорил вам, что подарили 650 городов. На 35 миллионов подарок сделали. Я работал. Полвека за знания, которые накопил, я дал их бесплатно. А издать у меня не на что. У меня пенсия 8 тысяч 141 рубль 33 копейки. За 35 лет трудового стажа. Печняком, плотником работал. Мне не давали прорабам работать. Но, стойте, сейчас у Вас хотя бы деньги появились? Ну, у меня деньги 8 тысяч 141 рубль 33 копейки в месяц. Ну, а, смотрите, такой вопрос вот. Тут уже просто интерес идет. Это же Ваш YouTube канал? Да. Ну, а с YouTube Вы раз не получаете? Не получаю ни копейки, я знать не знаю ничего. А кто это? Ну, администрация канала нашего работает. Нас примерно 14 человек работает здесь, помогает которая. Кто-то оплачивает. Я не оплачиваю за интернет там. За электричество кто-то платит. У меня нет ничего. На мне все другое. Вот это вот подарили мне лесовку. Рубашку подарили. У меня вообще ничего нету. Я все отдал. Я фанатик и экстремист в последней степени. Я не знаю, говорить Вам это... Сказать Вам честно? Ну, да. Насчет YouTube Вас немножко используют. Потому что вот у Вас, я смотрю, сейчас на YouTube у Вас 37 тысяч подписчиков. Есть просмотры, есть лайки. И это тоже деньги. YouTube платит за просмотры, за подписчиков. Вы это знаете? Ну, я знаю. Посещаемость у нас там 36 миллионов просмотров. Просто как бы Вы должны были получать деньги с YouTube тоже? Ни одной копейки, повторяйте, я верующий. Каждому слову можете верить. Ложь, смертный грех. Ложь от дьявола. И поэтому я нигде ничего... Я сказал администрации, если нужно покрывать какие-то расходы, там делайте, занимайтесь. Я не знаю даже. Я не получил и не получаю и не получу никогда. Вот недавно, когда лагерь детский пришлось преобразовать в музей, мы купили несколько домиков в деревне. Теперь я перешел как бы туда, потому что Роспотребнадзор нас задавил там. А теперь в домы они к нам не вхожи. Потому что с родителями приезжают. А начальник детского лагеря 45 лет пробыл. И вот теперь, когда у нас это все по-другому, как будто бы касается-то, мы выставляем и показываем. Вот Вы нас преследовали. За что? И когда утонули с теми озера 9 насельников лагеря-то, и Путин дал указание провести ревизию по всем лагерям. И к нам комиссия. И это все у нас заснято. А мы перед этим давай тренировать детей. Все у нас ограда есть. Маленькие келейки такие, как называли их, курятниками называют. Называли. Спать было бы где, а дальше мы на воле. И вот они нас в лагерь приехали. Один раз пустил, другой не пустил. Там против меня они подали в суд. Ничего не было. А штрафы миллион и полтора. И мы стали тренировать. Вот, допустим, ну меня нету. И поставил человек и говорит, ты один дежуришь. В это время приходят. А двое такие же с бородами наши подходят. Так. А одному я сказал, ты только не разговаривай. Тренировка идет. Я знаю, что к нам они приедут. А их еще нету. Мы уже знаем заранее. То есть мне Господь дает прозрение это. И ты не разговаривай, только молись. Они будут спрашивать. Потом они зайдут, будут фотографировать. А дети в это время другим ходом выводить, уводить. И там степь и уводить. И дальше детей я им не дам. Ни одного ребенка пальцем не коснуться. А везде забирают, в машину толкают. И мы тренируемся. И дети как убегают. Все это есть. И дальше. И действительность вот так. Приехала ТВ-24. Прислали из Москвы. И все это засняли. Это вы так делали. Там Анна Афанасьева. Анна такая популярная какая. Там она все сфотографировала. С одним приезжала. В Дагестане. Или кто съемки вел везде. И вот говорит. И теперь в действительности тоже подходит подполковник. Так нам бы Игнатия Тихона еще видеть. А этот стоит. Сергей Павлович. Вы что не слышите, что спрашиваем там? Он не разговаривает. Что может скорую вызвать для вас? Он опять молится. И они тогда отодвигают за двор. Заходят, фотографируют. Так это лагерь самый. Он ни слова не говорит. А один у нас оставался еще. Все это снимали наши. И все это в интернет выставлено. Ребенок. А они пошли на подлость. Какую? Узнать адреса ребятишек. А теперь в Барнауле, там в других городах давят на них. Чтобы дали на меня показания. А адресов нету. Они ничего не могут сделать. Ну на одну пришли. А у них пять ребятишек. Который год. У других четверо ребятишек. Девятый год бесплатно. Я их кормлю, одеваю, чтобы было интересно. Каждое воскресенье купаются. Пятница у костер, картошка. Это все у нас выставлено. 470 роликов только о лагере. И они ничего не могли сделать. Теперь. На следующий день, когда Роспотребнадзор приехал. Я собираю деревенское собрание. И все. Лагерь просуществовал 45 лет. Я его как начальник-основатель расформировываю навсегда. Теперь покупаем несколько домов. И в домах будут приезжать как в гости. Слово лагерь исчезает. Обслугу распускаю. А они ничего не знают. Подают в суд. И приостановить деятельность лагеря. На 90 дней. Да рабочий. Уже учебный год начинается. Какой? А они не знают, что лагеря нет. И им ничего не дали. Ни копейки. Так они ходили-ходили. Там, у кого дети есть. Показать. Ни один родитель не показал ничего. Наши дети в полной безопасности. Они просятся. В другом лагере были. Плащать. Не хотим больше туда ехать. У нас суровый закон. Ни один мальчик не имеет права к девочке прикоснуться. Сохранить ее в целомудрии. Так же и девочка. Если обозвался, я его накажу. У меня в лагере написано в уставе. Физическое наказание. За это уцепились. До детей. До физической. До того. Кандидат медицинских наук приехал. По одному вызывают. Тут прокуратура. ФСБ задействовали. Кончилось ничем. Нигде. Ни одного пятна. Ничего нет. Вас бьют здесь? А ребенок один говорит. Не бьют, а наказывают. За дело. Я приехал, матерился. А сейчас я уже не матерюсь. Они ничего не могут не сделать-то. И родители благодарят Бога. И заказывают пестопение. Краевое радио. В честь, что дети прибывают. У меня называют, как благодарность дать. Иные 18 лет пробыли. Плохо. Зачем бы ребенок просился? Сплата, которые могут рассчитаться. Мне же надо кормить. Мы берем молоко, сметану, творог. Это не просто так. Это не день, не два. 45 лет. Я отмечал из-за них головой. Перед уголовным кодексом. Перед Богом. Ни одного отравленного. Ни одного заболевания. Ни одного утонувшего. И везде у нас там ходить. Бум на высоте там 75 метров. Такой бум сделан с переплетением. На деревьях лазить учу. А упадет. Я учу лазить. Березы. Сучки крепкие. Я их под зеленым сукном не держал. До шести раз в день только купаются. Вот приезжает директор Кэстонского института из Лондона. Услышала. Ксения Дэнн. Лондон. И она созвонилась с Останкина в Москве. Ей дали сопровождающего. И к нам сюда. А у нас на мое стихотворение. Гимн о лагере. Лагерь. Станк степи. На навозной куще. Что может быть круче? Йох. Дети кричат. Они это все видят. Почему дети-то веселые. Когда говорили тут такое. А они поют песни. В отдаленном этом месте хорошо. Воздух чистый оглашает пение птиц. Наш костер горит как судлями горшок. Звезды искрами рассыпались вниз. Это мое стихотворение. И они поют дети. Они ничего не могут сделать. А дети там хотели допросить. Нет. Одна мать пожаловалась на ребенка. Они разделись с отцом. А ребенка ему присвоили. Михаил Батутин из Москвы. А Тимошку-то привезли. Он его привозит. И теперь она подала в прокуратуру. А должны проверять. А что? Они говорят гимнастику делают на траве. Я говорю. А по воздуху мы еще пока не научились делать. А потом. Что интересно. Ее Светлана звать? Вот что интересно. А она же вызвала прокуратуру. Все заснято. Как они беседуют. Прокурор. А я их не пускаю. А почему? А вы в штанах. Ну я постою. Нет. Вытащили юбку. И она его переодевает на себя. Она такая красивая оказалась. И все отзывы-то. Ой. Какая красота. По-моему, прокурор-то как выглядит. То Светлана там какая. И тогда они зашли. И все это что говорим. А Тимошка где? Я посмотрел. Да его нету. А они пошли коров пасти. Попросились. С деревенскими. А там их гроза. И они промокли. Сейчас, говорю, сушатся здесь. Ну он вышел. Ну и его начинают допрашивать. Я говорю. Только в моем присутствии. Я за родителей. Мне его отдали. По расписке. И они тут его допрашивают. И он, пацан, хорошо отвечает. А сама мать Светлана, которая это сделала, она осенью опамятовалась. И зимой попросила прощения. И попросила разрешения приехать отдохнуть. Это вообще невиданное дело. Она прям была недовольна. Ну в прокуратуру. На нас. Это нехорошо было. А тут возьми и все успокоилась. А она увидела, когда сын-то приехал. И снедание у нее было. Он показывает картины, где он участвовал. Какие архитектурные сооружения делал. У него наклонности. Он умный пацан там. Ну, квелый. Мы его старались расшебелить. Чтобы он был мужчина. И вот спрашивает директор Кастинского института. А где вы вот это взяли? Я говорю. Вот это взято от Японии. А вот это. А это как раз из Великобритании. Что когда лягут спать, не шепотом слово. У них студенты, если два раза нарушил тишину, лишаются правила общежития. Японское конзю. Никогда не стонать. Мы переможем. И дальше. А вот это взяли. Это из Новой Зеландии. Вот я отовсюду в мире. Это лагерь. Это совместимость самого лучшего, достигнутого по отношению детей. Скаутские лагеря в Америке я проехал. Мне интересно все это. И все. А где вы учились? Профессор психологии приехала. Я говорю. Я учился у Бога. У меня нет никакого образования гуманитарного. Совершенно. Ни религиозного. Я просто люблю моего Иисуса, который умер за меня. И кровь свою пролил. Страданием на кресте меня он искупил. Вот. Я ради моего Господа. И она побыла. Хорошую статью написала. А вы если в интернет зарядите Ксения Деннон и Игнатия Лапкина, сразу статья выйдет. Хорошая статья. Она говорит, мне и половину не рассказали, что увидел. На книге приобрела тут. Ну, сказать честно, теперь я... Меня честно очень сильно удивили. И я зашел на ваш YouTube-канал, я уже подписался. А вот только сайт зайдите, сайт. Эти же слова, Игнатий Лапкин, во свете Библии, сайт. А кроме того, во свете Библии, Игнатий Лапкин, форум. Еще форум есть, 1600 тем. И в моем мире, если зайдете, Игнатий Лапкин, мой мир. Там 22 тысячи фотографий. Наши. А у вас там, это, лагерь есть ваш? Да. Есть. Там у нас по плейлистам все это занаряжено. У нас есть твиттеры, в фейсбуке, вконтакте, но я нигде не бываю. Живой журнал, Одноклассники. То есть, везде ресурсы есть. Честно. Вот сейчас хочется вот лично с вами встретиться и пожать вам руку. Вы просто удивительный человек. Таких очень чередко бывает. А вы знаете, сколько на меня нападок? Сколько на меня клевет разных? Примерно 220 роликов против меня. Из моих роликов выбирают, там голову отрезают, чучело вставляют. 220 роликов, это, у Путина-то не больше 30. Ну и за последние 8 месяцев мне пришлось заблокировать 9 тысяч человек. Которые с матерками, с угрозами разными. А потом приходят и каются. А я за всех молюсь. Ну, надеюсь, что они принимают свои ошибки и так больше никогда не будут. Так, вы завтра заходите утром, может быть, на наш YouTube-канал, вы увидите наш разговор с вами. Вам будет очень приятно. Вы своей невесте, там как, кто она вам будет, тоже скажите. Вот, а я очень доволен, что вы встретились с меня. Вы не ругались, одеты. Все приятно у нас было. За каждое слово, которое я говорил, я перед Богом отвечаю. Я ничего не прибавил. А вы все это записываете, да, на YouTube? Да, ну а как, вот смотрите. Ну понятно. Просто, знаете, вот это надо заранее предупреждать человеку. Нет, не надо. Это где-то в YouTube, в Skype можно. А здесь в рулетке ничего не надо. Здесь не действует закон. Здесь со всеми встречается кадр, мелькает и спрашивать некого. Это я все законы уже узнал. И при том, я не в обрещении, не в поношении. И жаловаться-то не на что. Это вы есть. Если жаловаться, то доказать, что вы не такой, по-другому. По-другому только отрицательное. А вам зачем это нужно? Спасибо. Я вам очень благодарен за ваш разговор. Вы удивительный человек. Очень сильно. Ну, это вся жизнь позади. Я еще раз говорю, себе я ничего не приписываю. Ну, и говорить, скажешь, а вы хвалитесь. Так было бы чем похвалиться. Почему Яков говорит, покажи мне веру твою без дел твоих. А я покажу из дел моих. И написано, хвалящееся, хвались Господом. Это он помог. Вот когда маленькие, бывают ребятишки. Кем хочешь быть? Ну, он там видит, там, артистом. Там, девчонка тоже что-то, он космонавт. Меня спрашивают, а кем вы маленькие хотели быть? Террористом. Больше я никем не хотел быть. Отомстить коммунистам за то, что они сделали. Я там все слышал и видел. В пятилетнем возрасте я это уже знал. А теперь Господь показал, тебя будут гнать, тебя будут сажать, тебя будут руки выкручивать. Как у Савла было, Павла превратился. И я благодарю за это Бога. Кабы меня не трогать. Таких людей, как я, много? С которыми вы вот так общаетесь? Не много. Вот сегодня третий человек. Сегодня как-то удачно. А то бывает по одному часа за 3-1. Коротенький, маленький. Он быстро уходит, выключается. И поэтому я отсылаю. Администрация соединяет, и ролики выходят. У меня уже составлено роликов. Вот здесь я нахожусь. 440. 440 за 87 дней. Но я много времени потратил. Притом все ролики положительные. Спасибо еще раз вам. И удачи вам. Надеюсь, у вас еще появится людей. По скайпу заходите, когда вопросы будут. Игнатий Лапкин, я один только с этой фамилией. Хорошо. А теперь, пожалуйста, прекращайте общаться и идите по завтраке. Потому что я вас отвлекаю от завтрака. Ну, с Богом. Вас как звать-то, говорите? Меня зовут Сергей. Сергей, да. Это вы Сергей. А то столько было, а то Евгений был сегодня. Храните себя перед Богом. И к невесте не прикасайтесь даже. Никак. Мою. Ты понимаешь, что этот святок. Мою будущую невесту звать Таисия. Таисия. Храните себя. Храните, берегите себя. Иначе вы сами себе никогда не простите. Береги ее, сопровождай везде, чтобы нигде она не ходила одна. Так и делаю. Будь рыцарем. Нигде с ним не связывайся. Обойди подальше. Дольше жить будешь. Все так и делаю. Я поступал очень неразумно. Дрались на ножах, а я в толпу врывался и разминал всех. Видите как. Знаете, если так считать, я так делал до 16 лет. Сейчас мне 24. У меня очень много ножевых порезов. У меня очень много травм. Ну, травм у меня. Ну, вот я и говорю о себе. У меня три сломного ребра. А теперь я понимаю то, что я зря это делаю. Да. Потому что теперь есть девушка очень хорошая, которую я люблю. А вы можете с ней прийти вместе. Может быть, она вопросы задаст. По скайпу зайдите. Я буду рад Таисию увидеть. Хорошо. Храни вас Господь Сергей. С Таисия вместе. До свидания. До свидания.